Наша сегодняшняя лекция будет построена следующим образом. Она будет состоять из трех частей. Для того, чтобы было нескучно слушать, после каждой части можно будет задавать вопросы. И, ну, как вы, наверное, знаете, если будут какие-то очень классные вопросы, то за них можно получить одну из книг издательской программы «Стрелка». Поэтому готовьте ваши классные вопросы. А сейчас мы начнем. И начну я немножко рассказывать о том, для чего вообще нужны городские исследования, для чего нужна городская антропология, поскольку мы все-таки антропологи. Ну, как вы понимаете, для того, чтобы что-то сделать в городах, для того, чтобы управлять городом, нужно прежде всего что? Нужно понимать, чем этот город живет и дышит. И это не всегда настолько очевидно. Но я приведу свой любимый пример. Вот это вот две набережные в Москве. Они параллельны друг к другу. Они находятся около Москау-Сити, если кто знает, что это за место. Одна из них называется Краснопресненская, другая — Тараса Шевченко. Ну, и кажется, что они должны как-то очень одинаково жить. Но они параллельны друг к другу. Они в центре, они около делового центра. На самом деле, если мы посмотрим на них попристальнее, выяснится, что Краснопресненская набережная — это такая набережная здорового человека, где занимаются здоровым образом жизни, активно, ездят на велосипедах, бегают, вот это все. А набережная Тараса Шевченко, как вы уже, наверное, догадались, набережная курильщика. Причем в буквальном смысле. Потому что туда приезжают на автомобилях, ставят там свои машины, достают кальянчик, устраивают пикничок. И вот дальше мы оказываемся перед таким вопросом, а что нам делать с этими набережными? Можно ли мы предложить этим набережным одно и то же? Наверное, нет. Если мы поставим велодорожку, какую-то инфраструктуру на Тараса Шевченко, возможно, она просто никому не нужна. Там нужны другие вещи, там нужно парковочное пространство, там нужны какие-то места для того, чтобы комфортно провести время, какие-то лавочки, городская мебель и так далее. То есть нужно что-то для того, чтобы поддержать существующие городские практики. Собственно говоря, именно для этого и работают городские антропологи в прикладных исследованиях, для того, чтобы понять, что вообще в городе происходит, кто все эти люди, которые им пользуются, и как можно сделать город чуть более комфортным для них. Поэтому что нужно сделать? Нужно понять, кто вообще городом пользуется, какие практики в городе осуществляются, как сделать его привлекательнее для разных категорий, для местных жителей, для туристов и так далее. То есть вот целый пул вопросов, которые встают перед нами. И антропология исходит из того, что местные жители, люди, которые пользуются городом каждый день, которые ходят по нему ногами изо дня в день, это на самом деле и есть самые главные эксперты. Да, вот это знаменитая яма в Москве, а мне очень нравится эта картинка. Что делает городская антропология? Ее задача выявить некоторые скрытые ценности, нормы, потребности людей. То, о чем, если просто спросить, наверное, и не ответят. То, о чем люди, может быть, даже не задумываются до того, как мы, собственно, задали этот вопрос. Какие-то дорефлексивные вещи. То, на чем на самом деле все эти городские практики и запросы жителей и базируются. И что для этого мы можем сделать? Для этого у городской антропологии есть целый пул методов. Они очень разные. Но в основном они все, конечно, базируются на том, что это качественные методы исследования. Качественные не в том смысле, что они хорошие, хотя они, конечно, хорошие и приносят хорошие результаты. В том смысле, что они не базируются на каких-то численных выражениях. То есть, в отличие от массовых опросов, мы идем вглубь. Задача нашей работы в том, чтобы понять, что стоит за какими-то оценками, суждениями, практиками. Для этого мы входим в режим такого плотного взаимодействия с городом. Мы проводим длительное интервью. Что такое антропологическое глубинное интервью? Это час в лучшем случае, час беседы с нашим собеседником, нашим информантом, как мы говорим. Самое длинное интервью в моей жизни заняло пять часов, и расшифровка была, например, на ста страницах. Такое тоже бывает. Другие методы могут включать в себя, например, такую совместную экскурсию, то, что называется go along interview, когда мы вместе с жителем города идем по привычным ему улицам и просим показать, как бы провести для нас экскурсию, выступить нашим местным гидом. И по ходу вот этого взаимодействия мы можем очень много узнать о том, что человек делает в городе, как он относится к тем или иным пространствам, что он там видит, что не замечает и так далее. Кроме того, есть метод ментальных карт, когда мы делаем все то же самое, но сидя в каком-то уютном месте в ходе интервью, мы просим человека нарисовать нам какой-то участок города или весь город, отметить те объекты, которые у него вызывают радость или ненависть, те места, которые наиболее привлекательны, наименее привлекательны, где он чувствует опасность, а где, наоборот, любит проводить время и так далее. И есть методы цифровой антропологии, о которых я поговорю немножко чуть позже. Вот один мой любимый пример, который, наверное, знаковый для городской антропологии, это пример исторического парка независимости, который располагается в городе Филадельфия, в США. С чего началась эта история? Довольно известный исследователь, собственно, знаменитый исследователь области городской антропологии Сета Лоу, книжку которой, кстати, вы можете посмотреть на стойке, проводила по заказу руководства этого парка исследование, как люди, собственно, этим парком пользуются. Надо понимать, что это очень историческое место, это то самое место, где в свое время была подписана декларация независимости. Вот это здание вы, собственно, видите на фотографии в конце парка. И руководству парка было очень важно понять, а кто вообще парком пользуется, зачем и что с ним главное сделать для того, чтобы он не превращался в какой-то бесконечный поток туристов. Как сделать так, чтобы, с одной стороны, сохранить те смыслы, которые связаны с вот этой политической историей США в парке, а с другой стороны, дать возможность и местным жителям там комфортно проводить время. И вот Сатулу и ее команда вступила, в общем, довольно длительную антропологическую историю. Они только в поле провели 36 дней. По меркам нормальной культурной антропологии это ничего, потому что это классически хорошо выученный культурный антрополог проводит в поле минимум 12 месяцев. Вот по меркам городской антропологии это все равно довольно существенное время. И оказалось, что вокруг этого парка находится огромное количество городских кварталов, в которых живут самые разные сообщества, в том числе этнические. С этнической точки зрения Филадельфия очень разнообразна, и с культурной точки зрения. Это и афроамериканцы, и бероамериканцы, и большая еврейская община, и так далее. Примерно шесть таких вот сообществ. И все они чувствовали себя абсолютно отчужденными от этого парка. Они говорили, ну, окей, это парк для туристов, для белых, для среднего класса. Мы не чувствуем там ничего в этом парке. Нам не разрешают там проводить какие-то наши мероприятия. Это не наш парк. Это вообще не парк, если мы не можем им пользоваться. Вот чтобы не было вот такого рода вещей, такие городские исследования, собственно, очень часто и проводятся. Для того, чтобы люди могли не просто проходить мимо городских объектов, но чувствовать свою связь с ними, для того, чтобы мы могли развить какие-то программы, которые позволят людям реально стать владельцами города, а не просто наблюдателями какой-то чьей-то чужой жизни, будь то туристы, или высокообеспеченные, или любые другие группы людей. История, собственно, кончилась как раз тем, что Сета Лоу предложила менеджменту парка внести некоторые трансформации и в расположение объектов внутри парка, и в культурную программу, которая создала некоторую связь между окружающими кварталами, вот этими всеми общинами, и парком, и содержащимися в нем историко-культурными политическими смыслами. У нас проводятся тоже самые разные исследования такого рода. ...пользоваться максимальное количество самых разнообразных групп горожан. Вот с этой точки зрения, та пресловутая яма в Москве, которую вы знаете на Хохловской площади, с моей точки зрения, очень близка к такому идеальному городскому пространству. Это открытое место, в которое мы можем вносить, ну, наверное, любые смыслы, да, в котором можно реализовывать самые разные практики, быть вместе или быть отдельно в то же самое время, в том же самом месте, что-то устраивать, проводить какие-то мероприятия, или просто сидеть отдельно, читать книжку. И то, что вокруг этой истории возник некоторый конфликт, оказалось, в общем, с одной стороны, немножко расстраивающим, а с другой стороны, это предсказуемо и тоже очень интересно, потому что люди, самые разные группы, самые разные категории горожан заявляют свое право на это место и на то, что там будет происходить. Поэтому, наверное, яма без связанных с ней конфликтов, это примерно моя мечта. Можно я добавлю к этому пару слов, что не все так красиво, идиллически получается, потому что если у нас есть место, в котором, вот когда я только что сказала, вроде московской ямы, в которой все могут приходить, читать свои книги, разговаривать свои разговоры, смотреть в свои смотрелки и так далее, и так далее, это значит, кроме того, что мы видим, что все люди могут туда приходить, это значит, что есть большие группы людей, которые по каким-то причинам не могут туда приходить, хотя никто их туда не запрещает, значит, им туда не запрещает прийти. Да, город это такая сложная конструкция социальная, которую социологи, антропологи много десятилетий пытаются описать в целом, но это с разным успехом в разное время им удается, а потом приходят другие и говорят, что все не так, и эта система устроена в частности, как вот такой большой сложный агрегат из разных сообщающихся социальных пространств, из разных пересекающихся социальных процессов, и если кому-то в каком-то открытом городском месте хорошо, значит, другому там плохо, именно потому что этим там хорошо, и это надо всегда понимать. Да, вот тут вот вопрос, да. Добрый вечер, меня зовут Михаил, вопрос у меня по комплексной освоению территории, да, то, что я здесь сейчас в Москве, в принципе, у нас много серый пояс и вокруг обводного канала. Участвуете ли вы в этих проектах, привлекает вас застройщик или город? Как-то вы настаиваете о своем участии в них или нет? Ну, чтобы создать, то есть, получается, создают огромные новые кварталы, да, и по сути нужно сразу же делать общественные места в них. Какая ваша доля участия в этом? Смотрите, ну, прикладные городские исследования, они на то называются прикладными, что они обязательно прикладываются к какому-то существующему проекту, да, то есть, если есть какой-то запрос, да, то есть заказ, да, на такого рода проект, то, конечно, мы в нем участвуем, да, потому что, ну, вот я работаю в КБ «Стрелка», КБ «Стрелка» — это коммерческая организация, да, которая заточена на то, чтобы делать такого рода городские проекты в том числе, да, участвовать. Поэтому антропологи в ней, конечно, неотъемлемая часть. Другое дело, что, конечно, когда нас никто не зовет, ну, мы, наверное, в открытую дверь не ломимся. Ну, подобного рода проекты у нас есть. Это не Москва и не Санкт-Петербург, это другие города, но вот как раз проекты, связанные с трансформацией бывших индустриальных пространств. И да, безусловно, в них закладываются пространства внутри этих объектов разного типа. Это могут быть и офисные, и жилые, и культурные объекты, и, разумеется, общественное пространство. И они, конечно, всегда работают именно в том случае, если этот проект строится изначально, как некоторый комплекс. Не знаю, слышали вы или нет. Я здесь. В Санкт-Петербурге совсем недавно был разработан бренд района Ветерков. Как вы считаете, станет ли это новым трендом? И нужно ли это вообще району? Благоприятно ли это скажется на нем? То есть там по всем канонам брендинга был разработан конкретно бренд одного района. Ну, отвечает... Что, где, когда, отвечает Александр Друзь. Ой, нет, Михаил Лурье. Потому что я не петербург, не петербурженка, я, конечно, не знаю этот проект. Мне очень нелогко в этом признаться, но я не видел никаких следов этого брендинга. Это, наверное, если бы я посмотрел на это, я бы мог это оценить, поскольку... Ну, очень тоже, конечно, гипотетически. Поскольку бренд вообще такая вещь сложная, на самом деле. То, что знаменитый нью-йоркский бренд обрел такую популярность, и теперь все города, даже в которых нет там 10 или 5 тысяч населения, тоже делают такую же штучечку с сердечкой. Это не значит, что это работает так же хорошо, как это когда-то, а сейчас бы, скорее всего, уже нет, сработало в Нью-Йорке. И бренд – это такая палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, нужно сделать как-то, чтобы это зацепило внешнюю публику, то есть, по сути дела, в пределе весь мир. А с другой стороны, нужно сделать так, чтобы этот бренд другим концом вот этой крючковатой палки цеплял местное сообщество и не вызывал у него раздражения. То есть, ложился на какие-то местные символы, на какие-то местные нарративы, местные смыслы. Это очень важно. Поэтому очень много, мы знаем примеры хороших брендов, хорошего брендинга, но гораздо больше, конечно, примеров брендинга провального. Просто мы о них, как правило, не узнаем. Последний вопрос, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, то, о чем вы говорили ранее, о публичных пространствах, как о Яме, и, может быть, о каких-то случаях в Санкт-Петербурге. На ваш антропологический взгляд, как вы считаете, стоит ли их контролировать сверху как-то административно, или на государственном уровне, или публичные пространства могут формироваться как бы внутренне, просто под влиянием того, как в них существуют горожане. Спасибо, это отличный вопрос. На самом деле, конечно, любое общественное пространство, вообще город существует на пересечении силовых линий, на пересечении интересов тех агентов, которых мы на таком урбанистическом жаргоне называем стейкхолдерами. Тех агентов, у которых есть там какие-то интересы. И это может быть и администрация, и бизнес, и какие-то городские сообщества, и отдельные горожане, отдельные категории и так далее. Поэтому сказать, что нужен какой-то внешний контроль, скорее следует сказать, что он неизбежен. Другое дело, что в идеальном мире, конечно, необходим некоторый баланс, который мы должны выдерживать между интересами стейкхолдеров. Для того, чтобы просто закруглить вот этот последний вопрос, я вернусь, к примеру, с Юрьевцем. Одно из довольно интересных проявлений, с которыми я там столкнулась в ходе экспедиции, было то, что, в общем, это небольшой город, там только по переписи 8 тысяч населения, в реальности, как говорят, существенно меньше, потому что часть населения так называемое летнее население, люди, которые приезжают на дачу к бабушке, дедушке и так далее. Но даже в этом небольшом городе нашлось, дай бог памяти, по-моему, 8 групп горожан, 8 групп стейкхолдеров с существенно разнящимися интересами и иногда довольно сложными взаимоотношениями. Поэтому любое общественное пространство, оно может возникнуть там, где мы его строим, может прорасти само собой, но сказать, что оно не будет испытывать каких-то внешних воздействий, по определению невозможно. Спасибо. На этом этот блок вопросов сейчас заканчивается. Одна просьба к вам. Вы не могли бы подвинуться немного? К нам пришли еще слушатели. Я вижу свободные места в зале, для того, чтобы все могли разместиться. Ажиотаж большой. Вам слово, коллеги, дальше. Все двигается. Я тоже подвинешь. Класс. Отлично. Давайте сдвигаться в левую сторону. Общественное пространство. Нет, нет, все, это невозможно этим управлять. Супер. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы продолжаем. И в качестве спойлера сразу могу сказать, что где-то посередине этой истории мы перейдем от некоторых общемировых российских кейсов в Санкт-Петербург. Поэтому он называется «Оставайтесь на нашем канале». Как я уже сказала, как мы тут уже отметили несколько раз, антропология – это штука, которая занимает очень много времени. С точки зрения самого исследования, если мы с каждым человеком проводим по часу минимум, то вы можете представить себе, сколько занимает вся программа. Иногда бывает ситуация, когда мы просто не можем провести в поле несколько месяцев, даже один месяц. Нам надо ускоряться. Но одной из важных составляющих городской антропологии, как и в принципе любой антропологии, является этнография не в смысле науки о народах, а в смысле метода. Исследовательского метода, связанного с наблюдением, с глубоким погружением в среду. То есть, собственно, почему правильно воспитанный культурный антрополог проводит в поле минимум 12 месяцев? Ну, очевидно. Для того, чтобы посмотреть, что вообще в этом месте происходит в течение всего года, в течение всего годового цикла, как люди праздники празднуют, как люди проводят будни, как люди пользуются территорией зимой, летом и так далее. Что делать, когда мы лимитированы во времени? И вот тут как раз нам приходит на помощь, наконец-то, я скажу это слово, цифровая трансформация. Приходит на помощь цифра. Как мы понимаем, современный город существует минимум в двух измерениях. Это привычное нам измерение физическое, дома, улицы, площади, реки. И измерение цифровых следов, которые мы с вами все оставляем буквально, ну, чуть ли не каждую секунду. Это самые разные вещи. Это начиная от постов в Фейсбуке или в Инстаграме, заканчивая нашими транзакциями, связанными с кредитными картами, арендой автомобилей и так далее и тому подобное. Вот здесь вот на слайде вы видите город Калининград. Был кто-нибудь в Калининграде из присутствующих? А познаете, где тут? Вот это вторая половина. Это тепловая карта цифропользовательских цифровых следов. Как читать тепловую карту, наверное, все знают. Чем краснее, тем больше. А познаете, где вот то место, где краснее всего? Остров Канта, конечно. Остров Канта. Сразу видно, куда люди тянутся. Так вот, цифровые следы позволяют нам оценить вообще, что в городе происходит, не выходя из своего кабинета. Почему мы можем это сделать? Ну, прежде всего, потому что пользовательские цифровые следы – это такая штука, которая социально обусловлена. Фейсбук не существует в отрыве от нас с вами. Вконтакте, кстати, тоже. Когда мы куда-то приезжаем, смотрите, что сделают люди на этой фотографии. Да, Пизанская башня. Что они делают? Да, они делают вид, что они поддерживают Пизанскую башню. Им совершенно не мешает то, что они видят, что все вокруг делают ровно то же самое. Они вообще не оригинальны ни в какую секунду. Но почему-то они все равно радостно воспроизводят этот жест. Почему это происходит? Как раз поэтому. То, что мы с вами фиксируем, всегда социально обусловлено. Оно всегда вырастает из нашего культурного опыта, воспитания, представления о прекрасном, из того, что нам кажется важным, престижным, интересным, достойным фиксацией и достойным того, чтобы поделиться со своими близкими, друзьями и так далее, для того, чтобы собрать нам максимальное количество лайков в Инстаграме. Ну, давайте признаемся, все мы в социальных сетях ради взаимной поддержки, поглаживания и лайков. Таким образом, когда мы начинаем изучать цифровые следы, мы изучаем не какие-то отдельные проявления уникальных творческих личностей, хотя и это тоже. Мы изучаем большие группы людей на протяжении большого времени, и эти следы можно привязать при помощи геолокации обратно к карте и увидеть пространственный портрет города за довольно протяженный период времени. Ну, вот так вот, например, выглядит Москва в пользовательских фотографиях. Да, видно, где, сразу видно, где центр, как пользовательская активность стекается в сторону юго-запада Москвы, проходя мимо Кутузовского проспекта, мимо университета. Но поскольку мы в Санкт-Петербурге, можно на этом не остановиться. Вот как выглядит Санкт-Петербург в пользовательских фотографиях. Да, я думаю, что каждый может найти свой район. Но на этом уровне мы можем не остановиться. Мы можем, конечно, посмотреть, где люди находятся вообще в целом, в городе в течение года. Это вот как раз те самые 12 месяцев имитации антропологической экспедиции, которая была выполнена на базе цифровых следов за примерно 4 часа суммарной работы цифровых антропологов и гисаналитиков. Но мы можем углубиться. И, собственно говоря, именно это мы сделали в исследовании, о котором сейчас пойдет речь дальше. И мы немножко поговорим о парках Санкт-Петербурга. Сначала из этой цифровой перспективы, а потом посмотрим, как она вообще бьется с пылевыми наблюдениями, с тем, что мы наблюдаем на земле, с тем, что люди рассказывают о своих практиках пользования парками. Так вот, парки Санкт-Петербурга. Для этого исследования мы выбрали 9 парков, в общем, в центре города по некоторым причинам, и увидели довольно любопытные вещи, которые с ними связаны. Так вот, например, здесь перед вами на карта Таврического сада. Я думаю, что тепловая карта, точно такое же распределение фотографий, как это вы уже увидели. Мы сразу видим, где люди фиксируются, на что они обращают внимание, а что тотально игнорируют. Так вот, для меня, как для человека внешнего по отношению к городу, было абсолютным сюрпризом узнать, что в Петербурге воды много не бывает. Казалось бы, ну, Нева, Мойка, Фонтанка, ну, далее везде, да, большой длинный список рек. Сверху тоже иногда капает, иногда довольно существенно. Но при этом петербуржцы тянутся прежде всего к фонтанам, ничего подобного. На самом деле мы ходим туда полюбоваться фонтанами. По крайней мере, сфотографировать эти фонтаны. Поэтому привлекают прежде всего вот такие совершенно неожиданные вещи. Какие-то городские скульптуры, временные инсталляции, цветущие растения, а вовсе не архитектурные объекты. Но мы дальше задались вопросом, а на самом деле это правда касается всех жителей и приезжих или только каких-то конкретных групп. И стали смотреть чуть глубже, да, и увидели, как по-разному разные группы пользователей распределяются по паркам разного типа. Оказалось, что, в принципе, понятно, что большая часть парков – это в основном парки для прогулок взрослых людей и семей с детьми, а молодежь, в общем, практически в парках не фиксируется. Единственный парк, который прям вот отличается таким мощным притяжением для молодых пользователей – это Новая Голландия. Да, ну и мы, в общем, прекрасно все понимаем, почему за счет творческого пространства и катка, и других сервисов и объектов, которые Новая Голландия нам предлагает. А вот, например, семейная аудитория наиболее активна там, где есть какие-то аттракционы. Это не обязательно качели и карусели. Это могут быть такие городские скульптуры, которые работают как городской аттракцион. Ну вот, например, все же, наверное, представляют себе мини-петербург в Александровском парке, да? Кому он не нравится? Есть такие люди? Да, видите, не очень много. И действительно, семейную аудиторию он очень сильно притягивает, потому что это классный аттракцион для детей, для того, чтобы дети могли там погулять, полазать и так далее, посидеть на коленочках у петербургских архитекторов, памятник которым там тоже расположен. Вот, то есть, это тоже воспринимается как некоторый городской аттракцион. Но что же на самом деле видят туристы в городе? Конечно, туристы все-таки тяготеют к архитектурным достопримечательностям и к каким-то центральным частям парка. Вот здесь вот перед вами летний сад. Да, желтыми точками показаны туристы, красными точками показаны петербуржцы. Вы видите, как по-разному они распределяются. Туристы стягиваются в такие кластеры, да? А петербуржцы гораздо более свободны в своем освоении пространства. Они распределяются по всем газонам, всем лужайкам, они стремятся центростремительно к каким-то конкретным городским объектам. Ну и встает вопрос, хорошо, а куда же они возвращаются? Понятно, что есть более популярные парки, понятно, что есть менее популярные парки, но мы посмотрели по цифровым следам еще и, например, уровень повторных визитов в парк. И для меня было абсолютным потрясением, что лидером по повторным посещениям оказывается совершенно не летний сад. Ну, действительно, достаточно раз в году сходить, особенно если это турист. Ну и для петербуржцев это работает. Акпарк Каменный остров. Все знают, где он находится? Я до этого исследования не знала. Так вот, таким образом мы с вами посмотрели очень бегло на несколько вещей, которые мы можем увидеть благодаря цифровым следам. Когда люди находятся на каких-то городских территориях? Кто эти люди? С кем они туда приходят? Что они там делают? Это мы тоже посмотрели, я не стала выносить это на отдельный слайд, чтобы не тратить слишком много драгоценного времени. Но, в принципе, можно увидеть, например, что петербуржцы в этих парках скорее склонны к спокойному размеренному отдыху, чем, например, к занятиям спорта. Можно посмотреть, куда люди ходят, на что они обращают внимание, какие объекты для них наиболее востребованы. Где они затормозят? Это на самом деле интересно не только с градостроительной точки зрения, но, например, с точки зрения бизнеса. Потому что есть такая довольно распространенная история, практически во всех городах она фиксируется, есть такая закономерность, что люди склонны замечать малые бизнесы, небольшие кафешки, небольшие магазинчики, тогда, когда они довольно медленно идут по территории. Поэтому, если у вас есть кафешка, куда вы хотите привлечь людей, то имеет смысл поставить рядом с ней какой-то городской объект. Это может быть просто скамейка, на которой будут курить. Это могут быть качели, это может быть какая-нибудь городская скульптура. Все то, что заставит людей как-то снизить скорость своего бега по городу, притормозить, оглянуться вокруг и увидеть в том числе ваш прекрасный бизнес, который мимо они бы пронеслись, не заметив, а так они остановились, затормозили. Поэтому вот таким образом мы можем благодаря цифровым следам увидеть и весь город в целом, и город в каких-то отдельных масштабах. А теперь время для вопросов. Вопросы из зала. У нас блоками... Вау, как много вопросов. Давайте вот слева там первый молодой человек, седьмой, восьмой ряд. Так, и вот здесь. У нас есть пять минут на вопросы, поэтому их будет, видимо, три примерно. Здравствуйте. У меня вопрос косвенно касаемо вашего исследования по паркам. Сейчас в Петербурге активно обсуждается проект нового парка Тучков-Буян. Наверняка все слышали присутствующие про это. Так вот вопрос, во-первых, участвуете ли вы в создании концепции парка, а во-вторых, будут ли приводиться похожие на то исследование, которое было в первой части лекции. И плюс еще, как вы считаете, получится ли минимизировать последствия, административные последствия для того, чтобы сохранить концепцию парка, которая будет в итоге принята максимально в том виде, который был принят экспертами. Спасибо. Спасибо, это отличный вопрос. И ровно ответу на этот вопрос будет посвящена следующая часть лекции целиком. Поэтому давайте сразу перейдем пока к следующему. Что за инструмент вот этого всего? Это какой-то открытый софт или софт? Как создается эти карты? У нас есть некоторый софт, который мы разрабатываем внутри самостоятельно, но в принципе какие-то вещи можно делать даже руками. То есть если у вас не очень большой городской объект, не весь город, вы не берете масштаб всего города, если у вас площадь, какой-то кусочек улицы, вы можете по геолокации, и мы в принципе так иногда тоже делаем, потому что это дает высокую точность. Просто залезть и посмотреть, вот руками перебрать, создать небольшую базу данных и увидеть все те самые закономерности, вообще не прибегая ни к каким вычислительным мощностям. Если это небольшой масштаб, и у вас есть чуть-чуть терпения. В принципе, когда мы начинали эти исследования... Google или что? Да. Когда мы начинали эти исследования, я делала ровно это. А к вам можно прийти с задачей на ваш софт, который у вас разработан? Ну, с бюджетом, да. Окей, спасибо. Так, еще один вопрос. Вот здесь слева сейчас все там. Добрый вечер, меня зовут Алена. Я хотела ваше мнение узнать, согласны ли вы с тем, что есть какое-то противодействие между социологами, антропологами и урбанистами. Потому что у урбанистов, у них есть четкий вопрос на то, что нужно городу. Они вот четко понимают, что такое комфортная городская среда, а в то же время вы рассказываете про то, что надо слушать горожан, про то, что горожане – это лучшие эксперты. Есть ли, на ваш взгляд, случай, когда горожан слушать не надо? И вообще существует ли это противодействие между урбанистами и социологами? Между урбанистами и социологами, да, действительно. Я бы тоже поаплодировала, но у меня заняты буквально все руки, могу только ногами. Но это потребует некоторых акробатических способностей, которых у меня нет. Так вот, конечно, это противопоставление во многом искусственное, потому что урбанистика в таком хорошем понимании, если это не такая поп-урбанистика, да, на коленке собранная, она все равно базируется на социальных исследованиях. И все те закономерности, которые выделяют или выделяли классики этого направления, да, они так или иначе базируются в этом. Я сталкивалась с мнением о том, что иногда горожан не надо спрашивать. В свое время я сидела на одном прекрасном круглом столе с архитекторами, и архитектор, в общем, с 20-летним, кажется, стажем, на полном серьезе рассказывал, что, ну, что же эти горожане знают, да, ну, я эксперт, у меня там 20 лет опыта за плечами. Как антрополог я не могу с этим согласиться априори, просто потому что, может быть, каждый отдельный человек не может быть экспертом во всем, да, но взятые вместе мы становимся таким метаэкспертом в своем городе, по крайней мере, в том, той территории, которую мы осваиваем непосредственно, да, своим телом, своими ногами, своими глазами и так далее. Противопоставление между антропологами и социологами мне тоже, честно говоря, кажется немножко искусственным. Междисциплинарные границы здесь довольно размыты. Мы пользуемся часто одними методологиями и очень часто, на самом деле, одной и той же теоретической базой, хотя не выдаем этого никому. Вот, поэтому конфликт здесь может быть только на уровне каких-то конкретных подходов и конкретных теоретических перспектив, да, но не на уровне дисциплин в целом. Спасибо, Даша. Переходим к третьей части презентации. Время на вопросы у нас сейчас вышло. После будут дополнительные вопросы, и наши эксперты останутся, я думаю, после презентации и ответят тоже. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Я хочу начать с того, что, да, как Даша уже сказала, все мое небольшое выступление будет развернутым ответом на вопрос о будущем парке Тучков-Буян. Таким вот прикладным, 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 очень прикладным предпроектным исследованием которого я с другими коллегами из ЕУ занимался буквально последний месяц с небольшим. Да, это не 12 месяцев, которые нужно провести в поле. Хотя, если вспомнить, Сету Лоу, то в одном поле она провела 25 лет, правда, не подряд, а с большими перерывами, но, тем не менее, написала книгу, которая вот там лежит, и которая стала такой самой, ну, влиятельной, что ли, антропологической монографией об исследовании, посвященной исследованию общественных пространств. Там речь идет о других парках в другом городе. В двух словах какая-то самая общая рамка. Стрелка проводит конкурс, точнее говоря, организует конкурс на архитектурные проекты, вот связанные с этой прекрасной территорией, которая сейчас, в основном, условно называется Тучков-Буян. К этому мы еще вернемся. Значит, в этом конкурсе будут участвовать разные архитекторы, ландшафтные дизайнеры и так далее, и так далее, большие, международные и небольшие, может быть, питерские и все прочее. Но прежде чем этот конкурс может начать осуществляться, нужно, чтобы всем конкурсантам получили так называемое техническое задание, в которых будет прописано, где там труба закопана, где там транспорт ходит, какие потоки людей там проходят, каких людей, и в частности, в продвинутых историях, там должно быть прописано, что люди думают об этом месте, какие у них могут быть запросы. Вот для этого, значит, тут призывают антропологов, которые какими-то своими ключиками пытаются на эти вопросы ответить. И я хочу вернуться к тому вопросу, который я только что прозвучал, по поводу разницы между социологами и антропологами. Я буду говорить немножко не об этом, а раз уж мы сегодня говорим о части в каком-то смысле методах исследования, то я скажу о разнице между количественными исследованиями, качественными исследованиями и цифровыми исследованиями. Вот количественный исследователь, он спрашивает своих информантов и верит им, что они сказали, то он и посчитал. Хотя они могут сказать это потому, что у кого-то из них зуб заболел, а у кого-то там, не знаю, наоборот, что-то хорошее случилось, и завтра он скажет другое, но количественному исследователю ничего не остается, как им верить. Качественный исследователь спрашивает своих информантов и не верит им на слово. Цифровой исследователь не спрашивает своих информантов. Вот я как раз буду говорить, вот только что Дарья рассказала вам, как можно многое узнать о людях и их интересах и поведении, не спрашивая их, а я немножко на этом примере покажу, как можно это делать, спрашивая их, но не очень им веря. То есть мы когда... В чем смысл этих глубинных интервью? В чем они отличаются от более формализованных опросов? Ну, если очень так, по-простому и в двух словах, в том, что мы можем использовать не информацию, которую мы получаем непосредственно, когда нам говорят, мне нравится такой-то парк, а когда мы можем анализировать весь разговор, в процессе которого у человека может поменяться мнение, в процессе которого человек реагирует на то, что и с каким выражением лица мы у него спрашиваем, и сделать какие-то более, может быть, какие-то менее очевидные выводы. Ну, так в двух словах о дизайне нашего исследования. У нас было два блока интервью. Интервью с так называемыми экспертами и интервью с жителями. Эксперты у нас были разные, но люди так или иначе связанные с петербургской культурой, с историей Петербурга, с архитектурой, урбанистикой и так далее. И предполагается, что от экспертов и от жителей мы хотим разного. На самом деле это не совсем так, о чем я чуть позже тоже скажу. Если очень условно определить, в чем эта разница, это можно сказать, что от жителей мы хотим услышать что-то о том, что нас интересует, о городе, о каком-то месте. От первого лица, эксперт говорит от третьего. Житель говорит, я хожу в парке, а эксперт говорит, петербуржцы ходят в парке вот таким-то и таким-то образом. Разные картинки мы показывали нашим респондентам в процессе общения с ними, потому что задача была двоякая. С одной стороны, сейчас я верну назад. Вот вы видите, что с одной стороны мы должны были выяснить как бы парковое прошлое человека, то есть он, оглядывая свое прошлое, говорил, в каких он парках был, какие ему нравятся, какие он посещает, что он там делает и все такое прочее. То есть это кифон парковый. С другой стороны, мы заставляли его смотреть в будущее и фантазировать, а что он хочет от нового парка, которого еще нет. Специфика этого исследования заключалась в том, что люди должны были говорить о месте, в котором 15 лет нет ничего, кроме стройки, которая то происходит, то тоже не происходит. Идем дальше. И наши информанты были разделены, точнее мы набирали информантов по группам, но это не значит, что мы потом считали, что нам сказали там 5 молодых людей, что нам сказали 5 пожилых людей. Более того, мы в общем сами не очень-то в это вере, но, так сказать, на всякий случай для проформы использовали вот это вот разделение на возрастные группы, группы по семейному положению, но фактически, как мы и ожидали, выяснилось, что никаких устойчивых корреляций между тем, что люди хотят видеть, например, в этом парке или тем, как они ведут себя в парках, и тем 15 лет человеку или ему 80, на самом деле нет. Есть какие-то отдельные тяготения, но в целом вот так вот сказать, что молодежь придет и будет только делать селфи, а пожилые люди придут и будут только читать газету, это, конечно, совершенно неправильно. Надо на то, это и качественное исследование, чтобы работать немножко более тонкими инструментами. Что еще показали наши интервью? Они показали, в частности, то, что говорить о парке, которого не существует, то есть о воображаемом парке, можно в двух режимах. Можно с одной стороны в режиме пользователя, то есть с точки зрения того, как бы в горизонтальном режиме, когда человек фантазирует о том, что я там буду делать, чего бы я там хотел, как бы я туда ходил, зачем бы я туда ходил, каким образом я бы туда добирался и все такое прочее. Или в режиме демиурга, когда человек как бы парит над этим местным и думает, а вот здесь бы здорово построить что-нибудь такое, чтобы весь мир удивить, или здесь бы здорово для людей, для людей сделать там хорошие дорожки, он уже мыслит себя как бы на другой позиции, не на горизонтальной, а на вертикальной, взгляд сверху. Ну и теперь, собственно, очень коротко о некоторых наших соображениях, наших соображениях и выводах. Образ места. Одна из областей интересовалась, что нас это то, как эти люди мыслят себе это место, как они себе его представляют, какими смыслами оно наполнено, или может быть наполнено. Самая такая общая, абсолютно общая картина заключается в том, что это место мыслится как никакое. Этого места как бы нет, ну так сказать, в ментальной карте, в ментальной карте жителей. Все говорят о синем заборе, все говорят о вечной стройке, кто-то говорит, что подростки ходят туда фоткаться, там, видимо, не только фоткаться, а еще и пилы пить и курить, и так далее, и так далее. То есть это такое городское, как бы не совсем место, такой городской пустырь. Жители города привыкли к отсутствию в этом сверхцентральном и сверхстатусном, казалось бы, по расположению месте, к присутствию в нем полнейшего отсутствия. Вот то, что, так сказать, мы видим, и то, как мы примерно об этом мыслим. Далее. Есть представление о каких-то верхах в истории этого места. Там был государственный институт прикладной химии, там, который, как считается, но это на самом деле правда, переехав из центра города за город, оставил после себя зараженную почву, потому что там делали всякие очень вредные вещества, не только разрабатывали, но и испытывали. Ну, на самом деле, эту почву там неоднократно вычерпывали, но вот некоторый миф существует по этому поводу, но, в общем, он уже не имеет той пугающей силы, которую он имел, скажем, 10 или 15 лет назад, что в этом месте вообще ничего делать нельзя, потому что там все на 100 лет вперед отравлено и заражено радиацией. Или информация о, так сказать, более старом, дореволюционном, догибховском прошлом. Кому-то это было известно, но на самом деле только историкам города, кому-то мы сами говорили это в процессе интервью и спрашивали, что вы по этому поводу думаете, можно это как-то использовать. Там одно время был спиртовой завод, тоже такой примечательный, симпатичный объект, и не менее симпатичный объект, городской древесный питомник, о котором, в общем, тоже мало кто знает, но по поводу которого возникали всякие идеи, что сделать в парке питомник тоже неплохо. Но в целом это все, так сказать, тоже то, что фактически в основном люди не знают или узнавая не очень как-то серьезно на это реагируют. Это не то прошлое, которое сообщает месту какие-то смыслы. При этом что мы заметили? Что название Тучков-Буян значит то-то и то-то. Они сразу начинали говорить о том, что неплохо бы сделать какой-нибудь музей-место или какие-нибудь стенды или какой-нибудь памятник. Из чего мы сделали вывод, да, вот как я говорил, как работают качественные исследования, о том, о чем нам прямо не говорили. Мы сделали вывод о том, что для наших респондентов и скорее всего для петербуржцев в целом вообще привязка к исторической информации чего бы то ни было, какого-то дизайнерского решения, какого-то культурного решения. Она имеет такую легитимирующую силу. А, это вот про историю места? Ну тогда хорошо. Тогда ладно, тогда пожалуйста. Это тоже важный вывод и наша важная подсказка будущим проектировщикам этого места. Еще один смысл места, кроме того, что это пустое место, да, пустое место, как известно, святое место пусто не бывает, да, и это пустое место, как только возник разговор о том, что там будет общегородской парк, еще один парк в центре города, что вообще не так часто случается в Питере, что в нем открывались новые парки в центре города, все они старые, которые существуют, и некоторые даже очень старые, это место сразу начинает как бы заполняться каким-то смыслом, поскольку своих зацепок у этого конкретно места нет, да, вот в представлениях жителей, кроме там единичных экспертов, то это место начинает наполняться смыслом из того, что его окружает, а что его окружает? Его окружает Петропавловская крепость, Стрелка, Васильевский остров, биржа, Эрмитаж, Пушкинский дом, Князь Владимирский собор, и так далее, и так далее. И поэтому из пустого места, оно таким образом, да, благодаря тому, что было объявлено, что там будет парк, и что мы конкретно с этими людьми об этом говорили, стало сверхзначимым местом, чуть ли не важнейшим местом в городе, чуть ли не лучшей точкой обзора, с которой видно, с которой видно все на свете, и так далее. И, соответственно, говорить об этом месте тоже нельзя просто так. И воображать себя, как ты будешь вести тебя, когда там будет парк, невозможно в том же режиме, в котором ты рассказываешь о том, как ты ведешь себя в том парке, который уже существует, допустим, если это парк 300-летия, или если это парк Сосновка, прекрасные парки, но не имеющие того высокого содержательного, такого ценностного статуса. Ну, с названием парк тоже все очень интересно. Тучков-Буян это как бы историческое название, правда, не совсем этого места, а соседнего места. Скажите, пожалуйста, ну, или поднимите руку, кто знает, в каком значении здесь употребляют слово Буян? Угу. Скажите. Ага. А, ну, окей, да. Просто я думаю, что если бы я спросил четырех человек, то варианты были бы, в общем, более-менее разные. Даже сегодня на экспертной сессии были разные понимания, в том числе и историков, о том, что такое Буян. Но неважно. Важно в том, что, во-первых, фактически это территория не Тучкового Буяна, а соседнего, так называемого, ватного острова, которое тоже не всегда так называлось. А главное, что, с одной стороны, название Тучков Буян, когда люди его узнают, а теперь оно уже стало более-менее узнаваемым два месяца назад, о нем никто не слышал никогда, кроме специалистов по истории города. Да, я думаю, что все могут это подтвердить, что полгода назад словосочетание Тучков Буян не существовало в языковом сознании, в языковой картине мира петербуржцев и других людей. Вот. Теперь мы все знаем, но что интересно, что возникает такое противоречие, с одной стороны, раз это историческое название, то значит, оно по определению более-менее годится, лучше, чем что-нибудь снова придумывать, тот эффект, о котором я говорил, легитимирующие силы референции к истории. С другой стороны, слово Буян, конечно, вызывает те ассоции, которые с ним связаны в языке. Либо Буян тот, кто буянит, либо это какое-то странное, либо какое-то это странное место. Поэтому мы, например, предлагаем в качестве наших прикладных выводов проектировщикам не привязываться пока к этому названию и оставить вопрос открытым, хотя и топонимическая комиссия и вроде как большинство жителей проголосовали именно за это название, но нужно помнить, что когда устраивалось это голосование, во-первых, мало кто еще понимал, о чем речь, а во-вторых, остальные варианты были действительно намного хуже. А это в качестве исторического всех более-менее устраивало. Ну, вот из чего мы делаем вывод, опять же, который важен для будущих проектировщиков, как некоторое, так сказать, входящее, такой input для их концепции, что жители не имеют четких ассоциаций с местом будущего парка, поэтому в разговоре о нем играет роль то, что находится вокруг, а не внутри его, и с этим, прежде всего, должен работать проектировщик, как с будущим смыслом, смыслом этого места. Еще одна часть нашего исследования, на которой, собственно, я и закончу, была связана с выявлением каких-то общих ценностей, связанных с этим местом. Вроде как, образа нет, а с другой стороны, образ есть, он очень высокостатусный, и чего же, собственно говоря, люди хотят, чтобы в этом месте было, или чего они боятся, что в этом месте будет. И мы разделили наши результаты уже аналитические на две категории. Там, где мы увидели некоторые линии напряжения, и там, где, наоборот, мы увидели полные точки схождения, точки консенсуса. Одна из этих линий напряжения проходит по линии, простите за сфотологию, как мыслится этот парк, в каких режимах использования. Это парк, который должен быть насыщен содержанием, где есть какая-то событийная программа, где работают культурные и образовательные учреждения, и куда ходят зачем-то. И, наоборот, этот парк, как тихая пауза, как выразился Луриев в моем интервью с ним, которых в Петербурге не хватает, по его мнению, парк, в который можно зайти по дороге, в который можно зайти по своей жизненной дороге, и на секундочку остановиться там, передохнуть, вдохнуть воздух, свежей зелени, которой так мало в Петербурге, и так далее, и так далее. Вот два противоречащих друг другу образа. Вторая такая линия напряжения, как должен этот парк выглядеть и быть концептуализированным, как классический парк в петербургском стиле, ну как же он находится в таком месте, или как ультрасовременный парк, который является такой репликой Петербурга всему миру, и Петербург, строя этот парк, говорит всему миру, что вот смотрите, мы можем не только колонны, не только регулярные парки, не только гранитные набережные, но и вот позволить себе такую яркую, интересную архитектурную реплику в историческом, в историческом центре города. Ну ладно, это мы опустим подробность, почему. Да, и я перейду к точкам консенсуса, что тоже довольно интересно. Наша аналитическая задача состояла в том, чтобы вытащить из людей то, что они не всегда озвучивают напрямую. Ну, о зеленом парке говорят все, если мыслить в старой диктомии природа-культура, то в данном случае выбор петербуржцев безусловно на стороне природы. Культура нам и так достаточно, музеев и так много, а вокруг такие места, что их и так вполне хватает. Они уже сформировали ансамбль уникальный, и в этом месте нужно такое зеленое пятно, и чтобы это зеленое пятно было не искусственной травкой с рулонными газонами, а настоящим, с деревом, как говорил замечательный питерский писатель Сергей Носов, что там болоты были, лягушки квакали, и так далее. И еще одна очень важная точка консенсуса, которая иногда была вербализована напрямую, и нам повезло, нам некоторые наши собеседники как бы подсказали думать в эту сторону, эта идея свободы. на самом деле, в разных деталях будущего парка, а мы спрашивали и вообще, и в очень большом количестве разных подробностей, чего вам там хочется, чего вам там не хочется, что самое плохое, еще разными хитрыми способами, люди говорят о том, что там не нужны заборы, что там не нужны охранники, что там не нужны камеры, что там не нужна регулярная планировка, что там не нужен единственно возможный сценарий поведения или пространственного перемещения, а нужно много, нужно много сценариев, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это должно быть пространством выбора, пространством свободы, пространством незарегулированности, что опять же связано с образом этого парка, как место, где человек может почувствовать себя сам собой. Ну, вот, собственно, на этом я закончу. Я и так уже перебрал время зло. Давайте поаплодируем.